Электропроводки горят, крыши текут, дома разваливаются, коммунальные службы пополнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Благо, пострадала только техника. Житель Новоалтайска едва не погибли из-за резкого скачка напряжения. У нас пожилая бабушка живет одна в доме, мы с мужем оба работаем, она остается одна дома. Я говорю, вот этот раз, счастливый случай, что он был за стенкой в другой спальне, спал, она крикнула, так бы она могла сгореть, старуха. Не в ожидании весны, житель Новоалтайска с ужасом ждут потепления. Уже 30 лет администрация не ремонтирует разбитую дорогу. Администрация вообще города не чешется. Никто, ничего, никому. Уже сколько лет и все это, и так вот засыпят, грязь начинается, все это опять раздалбливается, чертовы бабушки, и все, в общем, такие макароны. Особенно весной не скорая, дождя сейчас сюда не едет, не такси сюда не едет. Ни разогреть еду, ни даже убрать ее в холодильник. Жители этого подъезда больше не могут из-за резкого скачка напряжения. Электробытовые приборы вышли из строя. По этой шахте текла вода с крыши. Вот мы же на пятом этаже, прямо она текла. Все тут замкнуло, и все загорелось. Вот это я красила, я белила. Все, видите, еще как это все было черно, кое-как затушили. С прошлого ЧП прошел уже год, а ничего не поменялось, жалуются люди. На носу весна, с ее потеплением и обильным таяем снега, ручьи побегут не только по улицам, но и по квартирам и подъездам. Счетчики могут вспыхнуть вновь. Нет уверенности, когда на работу уходишь, что у тебя квартира будет в безопасности, что ничего не сгорит. Но жители боятся не только этого. Все щитки в подъезде в свободном доступе. А если и закрыты, то на смешной замок. Вот только людям не до смеха. Все щетчики у нас так, никто не сгорит. То есть прям, ну, это нормальная такая картина. Если ребенок засунет руку, то его убьет. Потому что все под напряжением находится. У меня так же все. Там все провода таким вот образом, беспорядком сделаны. Совсем недавно электропровод, как говорят жители, замкнуло вновь. Причем после того, как в подъезде побывали электрики. Я вот сидела у телевизора. Было 12, доходило. Вот. Сразу зашумело, и все, телевизор погас. Я думала, у меня. Я, скорее всего, все розетки по этой. И сразу позвонила электрику. От резкого скачка напряжения многие семьи лишились бытовой техники. Вот этот задымился, и ноутбук тоже, как говорится, и блок питания, он, короче, как вот инженера сказали, короче, вздулся. Да, и это, и все уже непригодный. Поэтому сказали за диагностику 300 рублей, плюс 200 вот за эту штучку, вот, за коробочку сказали заплатить. У вас есть такие лишние деньги? Нет, к сожалению. Вот кто, денежный, вот, как вот сосед внизу, вроде он, как сказать, кто-то в рассрочку, кто-то в кредит взял. Вот тоже техник. А у нас вот, а у меня, он, супруг, священник, у нас таких денег нету. Живем, что добрые люди, как говорится, батюшка отслужил, и это, и все. И вот на это и живем. Вот сейчас вот батюшка денежку получил, сейчас надо электрику будет отдать. Вот за пять розеток. Мороделка нормальная. А сам холодильник, вот мы все уже повытаскивали, он не работает. Видимо. Я сначала-то не заметил, потому что он, ну, не сразу он, как бы охладился. А потом смотрю, все теплее, теплее, то есть он не нагревает, не охлаждает ничего. Вот. То есть сейчас ремонт, по сути, нужен? Ну, по сути, да, мы еще не вызывали, то есть не знаем даже, что там такое случилось. А на компенсацию будьте куда-то в суд подавать, разбираться? Сейчас, не знаю, пока времени нету, будем с женой обсудим это все вопрос. Ну, смотря, сколько стоит это все. Если, то есть, не сильно дорого, то можем мы сами, наверное, заплатим. А если холодильник, в принципе, будет, ну, наверное, придется. Из-за чего произошел скачок напряжения? Жители попытались выяснить в своей управляющей компании ЖУ-2. Руководитель УК на этот вопрос не ответил, но пояснил следующее. Приняты всевозможные меры по обследованию сети электроснабжения дома. Проведена внеплановая ревизия соединения и оборудования. В настоящее время все сети работают исправно. Но жители так и не поняли, что именно было исправлено. Акта выполненных работ почти никто не видел. Вообще, они написали, что они вроде как исправили что-то. Взяли, да, взяли они, значит, дедушку с первого этажа 93 года. Он расписался за акт выполненных работ. То ли он расписывался за него, то ли вообще не расписывался. Мы по поводу того, что электрики-то пожар, помните, когда был, когда у нас все сгорело? Они потом сделали вам акт, показывали, подписать. Ну, вон там они показывали. Нет, вы подписывали какую бумагу? Ну. Подписали? А знаете, что за бумага? А? Знаете, что за бумага? Читали? Ну, у него была бумага, да тут в темноте я что-то прочитаю. А по поводу компенсации вреда в управляющей компании пояснили, что этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Юрист советует в таком случае обратиться в специальные ведомства. Стоит обратиться также дежурному в администрацию района, сообщить о произошедшем, и обратиться с письменным заявлением, обращением в органы Роспотребнадзора. Возможно, этот орган поможет установить вообще сам факт скачка, в результате чего он образовался и так далее. И стоит обратиться к независимым экспертам, к любой организации независимой экспертной, которая такого рода экспертизу может провести, показать им вот ту технику, которая пострадала и вышла из строя. И уже эксперты, соответственно, скажут, что явилось причиной. Если экспертиза подтвердит скачок напряжения, то с результатом нужно идти в управляющую компанию и предложить добровольно выплатить компенсацию. Если УК откажет, то нужно смело требовать возмещения ущерба в суде. Ну, а пока идут разбирательства с компенсациями, люди боятся следующего скачка. У нас вот пожилая бабушка живет одна в доме, мы с мужем оба работаем. Она остается одна дома. Я говорю, вот этот раз-то счастливый случай, что он был за стенкой в другой спальне, спал. Она крикнула, вот так бы она могла сгореть, старуха. Потому что не выключи из резетки, замкнула бы, взорвалось, и старый человек погиб бы. Жители улицы Майской, пожалуй, занимаются только зимой. Только в это время года пешеходы могут ходить по дороге, не по колено воде и не рискуя получить травму. В последнее время особенно тяжелая ситуация. Вода весной и проливные дожди просто будет стоять по колено. Вот особенно участок, вот отсюда и там до школы, до остановки, просто будет стоять по колено. В этих пешеходных дорожек нет, и мы просто ходим по колено в воде. Люди плывут, машины тонут. Улица Майская весной и летом превращается в один сплошной бассейн. Жители Новолтайска с ужасом ждут потепления. И уже 30 лет просят администрацию города обратить внимание на разбитый переулок. Но безуспешно. Дети вот со школы и в школу идут вот по этим лужам. Очень опасно. И у нас же, во-первых, когда-то нам обещали сделать эти самые, ну, дорожки рядом. И так это, еще дети у меня уже учились в школе. У меня уже дети давно закончили школу. И все это до сих пор, это самое, эта дорога разбита. Ее никогда просто, я не помню, чтобы ее когда-то ремонтировали. Просто не помню. Администрация вообще города не тешится. Никто, ничего, никому. Уже сколько лет. И все это, и так вот засыпят. Грязь начинается, все это опять раздалбливается к чертовой бабушке. И все, в общем, таким макаром. Особенно весной не скорая, дождя сейчас сюда не едет. Ни такси сюда не едет, ничего. Так вот даже с ребенком куда и невозможно. Автобусы-то ехать боятся, потому что вот там вот, особенно у нас в том месте, там мужа ужасная. Страдают не только пешеходы, но и автомобилисты. В глубоких ямах оставляют колеса, разбивают подвеску. Не то что ездить, не ходить, не ездить. Машину я вот недавно ходовочку перетрес. Это засада, не дорога. В полном серьезе. Вот сколько здесь живу уже, 15-й год. И дороги здесь нет. Ремонт машины сколько вам обходится из-за такой дороги? Ну, в этот раз я обошел, мне 18 рублей. 18 тысяч. В Барнавула, потому что не заставляем продукцию питания, доставка идет вот сюда. А транспорт не ломается вот по такой дороге? Ну, так же, рессор, любые наконечники, все ломается. Конечно, каждые два месяца ремонтируют мне машину. С первыми лучами весеннего солнца жители части Новоалтайска еще и отрезаны от цивилизации. До единственного супермаркета не добраться. Лужи, грязь, тротуаров нету, никаких обочин. Сюда машины едут, обливают, дети бегут, в школу идут. Так что закипят пироги. Улица Майская проходит по старинному микрорайону Новоалтайска, Чесноковке. И людям с окраины проблематично добираться до центра города. Как удалось выяснить, проблемную улицу все-таки отремонтируют по программе безопасные и качественные дороги. Но лишь в следующем году. Депутаты, которые представляют интересы жителей, просят властей перенести ремонт на 2022 год. Для этого есть веский аргумент. В 2022 году нашему городу будет юбилей 80 лет. А именно история Новоалтайска начинается с Чесноковки. Первое упоминание идет о поселении с 18 века, 1736 году. Также был присвоен статус города по рабочему поселку Чесноковка в 1942 году. И только через 20 лет, в 1962 году, 20 века, он был переименован в Новоалтайск. И считаю, чтобы администрация города рассмотрела все-таки, сделала подарок для жителей Чесноковки в юбилейный год города Новоалтайска дорогу. Проведут ли ремонт разбитой улицы в этом году или подарка в юбилейный год жителям не ждать, спрашиваем у городских чиновников в официальном запросе. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok